В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля Широтон. Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. Средние и крупные предприятия Башкортостана за полгода нарастили прибыль на 7% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Всего сумма доходов порядка 89 миллиардов рублей. Доля нерентабельных организаций увеличилась на 3 с лишним процента, до 26 с небольшим процентов. Их суммарный убыток вырос почти на треть и составил около 11 миллиардов рублей, сообщает Республиканская служба статистики. Самый большой прирост прибыли в научно-технической сфере почти в 4,5 раза. Сальдированный финансовый результат превышает 13 миллиардов рублей. На втором месте деятельность в области информации и связи. Рост почти на 35%. Сальдо более миллиарда 250 миллионов. Убытков больше всего несет сфера добычи полезных ископаемых. Минус 85,5% сальдо около 650 миллионов рублей. Почти на треть четверти упала прибыль в области сельского и лесного хозяйства, а также охоты и рыболовства до 550 миллионов. Дело бывшего первого вице-мэра Уфы Александра Филипова перевели в Демский суд столицы республики. Изначально, как стало известно РБК УФА, разбирательство должно было начаться по месту жительства обвиняемого в суде Уфимского района. Бывший чиновник администрации города обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, 6 лет назад Филиппов продал принадлежащую ему компанию «Автореал» и не уплатил подоходный налог. По данным радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе, некий круг лиц заинтересован в переводе дела Филипова из Демского районного суда в Уфимский. Портал про Уфу указывает на то, что должность председателя Демского райсуда занимает родной дядя близкого знакомого Александра Филипова, депутата горсовета Вадима Рамазанова. Ранее в ряде СМИ прошла информация о том, что Филиппов и Рамазанов связаны с рядом коррупционных скандалов, среди которых хищение почти одного миллиарда рублей при расселении жителей из ветхого и аварийного жилья. В день города Сибаев в столице Башкирского Зауралия открыли фитнес-клуб мирового уровня. Он разместился на территории торгового комплекса «Аструм». Компания вложила в новый спортивный объект около 20 миллионов рублей. Открытие состоялось в рамках спортивного направления местной общественной организации «Вперед, Сибай». Среди почетных гостей многократный обладатель титула «Самый сильный человек России» рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Эльбрус Нигматуллин. Он лично опробовал спортивные снаряды и провел для участников показательную тренировку. Площадь фитнес-клуба почти тысячи квадратных метров. Тренажеры производства США. На выбор посетителей зоны для кардио и силовых тренировок, а также зал для групповых занятий, аэробики и хореографии. Пропускная способность 450 человек в день. Для удобства посетителей предусмотрены просторные раздевалки, сауны, солярий, бар спортивного питания. В новый фитнес-клуб можно прийти с детьми. Для них оборудована игровая комната. Он начал работать месяц назад в техническом режиме. Сегодня мы его уже официально открыли. Но могу сказать уже, что за этот месяц мы, конечно же, делали определенные предположения по загрузке, по проходимости. И, к счастью, для нас превзошли результаты наши ожидания. Потому что на сегодня за один месяц у нас получилась загрузка как за четыре. Давно меня здесь не было. Город, который я очень полюбил еще больше десяти лет назад. Но вот сегодня пригласил депутат местного городского округа Денис Андреевич. С удовольствием приехал и не перестаю удивляться их новациям, их прогрессивным взглядам. Делаю для людей. Это очень важно. Я сам вырос в деревне и я о таком даже мечтать не мог. Даже 20-30 лет назад такой я видел только где-то на фотографиях. И думал, что, наверное, у нас такого никогда не будет. Открытие фитнес-клуба в Сибая приурочили ко дню города. В минувшие выходные столица Башкирского Зурали отметила 62-й день рождения. На центральной городской площади турнир силачей. Эльбрус Нигматуллин установил в Башкортостане свой очередной рекорд. Он буксировал автобус весом почти 14 тонн с 40 пассажирами в салоне. Народные гуляния продолжились до позднего вечера. На сцене состоялся большой праздничный концерт. Апофеозом стало выступление известного московского музыканта, диджея Паши Холода. На улице Армавирской в Уфе сегодня взорвался автомобиль. Следственный комитет возбудил дело о покушении на убийство. Продолжим через час. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова